В Киеве прошли соревнования среди силовиков на Кубок Президента Украины. Часть участников прибыли на турнир прямо из частей воюющих на Донбассе. Всё видел Олег Решетняк. Турнир по рукопашному бою на Кубок Президента Украины стал уже традиционным. С 2011 года в нём участвуют представители всех силовых ведомств страны. Главные организаторы, Государственная служба охраны и Министерство молодёжи и спорта. Мы проводили кончезаспи, его традиционно, а в прошлом году с паном Галатеем так обговорили, вырешили, что для популяризации нужно его провести на одни из главных рынок страны, в тут палаце спорта. В турнире приняли участие бойцы из ГСО, Министерства обороны, МВД, МЧС, Государственной фискальной службы, НАБУ, Главного управления разведки Украины и пограничники. Всё подобается, всё на чудовом высоком уровне. Участники турнира не первый год занимаются боевыми искусствами. Некоторые приехали на соревнования прямо с фронта. Практически все прошли АТО. Некоторые были АТО званы, сейчас выступают, особенно десантники наши, им дадут два дня выспаться и опять они поедут на передовую. Очень сильные спортсмены, чемпионы света, чемпионы Европы, заслуженные мастерами спорта, мастерами спорта международного класса, но уровень очень высокий. И перед этим турниром все ведомства провели чемпионаты в ведомствах и выбрана очень сильная команда. Вне ринга они друзья, но на татаме противники. Победить хочет каждый. Всё, всё, я не знаю. Подобные соревнования среди силовиков планируют проводить и дальше. Победитель не только навсегда впишет своё имя в историю турнира, но и получит преференции при приёме на работу. Олег Крешетняк, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.